ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Если вы смотрите это видео, то вы польна. Мой канал, с вами Драйв Фуэр. И добро пожаловать обратно в Салифейс. Давненько я не записывал, не играл в неё. Как видите, сегодня у нас погодка получше. Точнее, посветлее, в отличие от прошлых трёх серий. И у нас второй эпизод продолжается. Я сейчас посмотрел концовку нашего третьей серии, чтобы узнать, на чём я остановился. А вроде как, как я понял, нам надо найти антенну для рации. Ой, для геймбоя вот этого. Как видите, у нас здесь есть антенна и аккумулятор. Ведь аккумулятор мы ему дали от рации. Я сейчас вот глянул. А антенну надо найти где-нибудь ещё. Ну, давайте приступим. Хлебнём божеского напитка. Постоит здесь. И давайте начинать. Так, мы остановились. Так, у нас должны быть... Найди деталь для приставки. Отлично. Так, где мы были, а где мы не были. Так, мы ещё на втором этаже, да? Да, мы на втором. Пойдёмте к себе. Попробуем у себя найти антенну какую-нибудь. Может, найдём. Нам нужна длинная антенна. Хе-хе-хе. Я знаю, где можно достать длинную антенну. Так, вот. Комната сала. Так, вот это что такое у нас? Культ какой-то. КТ. Что там сможет дружить? Слушай, отцели, как бы, неплохо, конечно. Но, видимо, с ним взаимодействовать нельзя. Так, ну, блин, я забыл. Какашки. Ладно, в ванной нет ничего особенного. Так, тут ничего не нажимается. Буду пробел тыкать. Ой, я нашёл. Я знаю, как на пробел тыкать ещё. Вот. То есть не вот так вот, а вот так. И не слышно даже. Ну, я просто про Реймена. Но в Реймена это я на геймпаде играть. Так, комната сала. Так. Руки-лопаты. Квин паркс. Вампайра. Хоть мы пиланкар. Нам вампир бета и что-то непонятно. Так, мы это всё видели уже. Тут ничего у нас нет. У батона чё-нибудь есть? Эй. Привет, пап. Я не могу сейчас изговориться, а у меня строки горят. А если много раз прошу, что он не будет? Как фрау, наушники я нажимаю. А я, кстати, теперь, я думаю, я буду делал всегда так. Ксусики-кайф был очень клёвый, монстр. Хотя, правда, написано на дерьмо полное. Готов к артинг-классу. Так вот, отбились от темы. Так, подожди. Сбился в смысле? Всё за монстры-то. Так. Отец. А, сделал так, чтобы, если справа звучит, будет только справа. Ну, в принципе, ну, чтобы не объединять дорожку звуковые, а оставить её в двух разных. То есть, где справа, где слева громче слышно. Ну, так будет более атмосферно. И мои слова, кстати, тоже. Наверное. Ну, если там равномерно, то да. А если нет, то в одном объединении. Ничего страшного. Здорово. Видео по-своему олимпиде. Да не, не, что, чтобы... Я, кстати, уже забыл, как я их озвучил. Я знаю, что Меган твоя подруга, но она меня порой до жуть пугает. Я редко выхожу из своей комнаты. Когда-нибудь видел демон с красными глазами? Чего? О, нет, блин. Ты хочешь, чтобы мне кошмары снились? До скорого. Увидимся. Какой автомат? Там камера висела. Так, может, к Ларе зайти надо в неё узнать. Комната Ларе. Поймал, в порядке? Да, с ней всё будет хорошо. У меня всегда так влияет смена сезона. Просто сильная простуда, и она придёт в себя. Скоро буду. Асталависта ссали. О! Вот она. Слушай, ты не против, если я одолжу антенну от вас? Ну, думаю, не против. Одолжу, значит, возьму в долг. Значит, потом вернуть надо будет. Где мы достанем её ещё, если он сейчас её присобачит? Отлично всё. Как легко. Так, теперь мы идём к Тоду. Блин, надо знать, конечно, третий эпизод начнётся, то опять поиграем половину милинеста. Ой. У меня же табличка. Смеются там чё-то. М-м-м-м. Ну чё, братан? Да, отлично, подойдёт. С помощью найденных того частей собственного оборудования я смогу модифицировать твою приставку, как и говорил ранее. Дай мне минуту, чтобы всё сделать. Ого. Итак, он готов. Пузри. Супер гербой. Хм. Круто. Не переживай, ты всё ещё можешь на ней играть. Она находится в режиме охот на призраков, только когда вставлен этот странный картридж. О, круто. А то я уже начал переживать. Однако, к сожалению, мне не понадобилась лишняя пара частей с твоей рации. А собрать её назад не вышло. Надеюсь, ничего страшного. Ларик, конечно, не особо обрадуется. Особо не обрадуется, но ничего, это ради благого дела. Чудно. Итак, для достижения лучшего результата тебе нужно будет полностью вытащить антену. А для этого нажми кнопку Shift. Экран загорится, если поблизости будут фиксированы паранормальные частоты. Пока он мигает, нажми кнопку R, чтобы упустить мощный электрический импульс. Если моя теория верна, то такого потока электричества будет достаточно для того, чтобы подпитать ближайшие явления и, возможно, даже и другие сверстесные элементы. Ладно, думаю, суть я уловил. Предлагаю нам опробовать её в моей банке. Хорошая мысль. Погнали. Когда будешь готов, нажми на Shift, чтобы активировать супергерборд. Ого. Хм, может я... Хе-хе-хе, слышал, да? Сработало! Чёрт возьми. Привет, что такое? Я даже не подумать не мог, что он их убьёт. Всё это моя вина. Кого? Стэс, её дочь. Боже, да как я мог влюбиться в замужную женщину? Жуки. Музыка жуткая. Следовать зло своего сердца не грех. Да ты романтик, как и я был. Милый с твоей стороны, но я понимаю, что не стоит этого делать. Мы хотим помочь вам. Почему мы не покинули это место? Мы никогда не сможем уйти. Что вы имеете в виду? Вы не можете успокоиться с миром? Что держит вас здесь? Великий демон с красными глазами. Может ли нам рассказать, что они... Нет, 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 нет. Физер Грега. Что? Что происходит? Он тут. Кто? Красноглазый человек? Тот, кто убил Стэсси, её дочь? Мне нужно идти, простите. О! Опять он пёрнул там. Это был вполне настоящий разум. На привидении я никогда такого ничего не видел. Ты это видел? Там в зеркале кто-то появился. Если остануешься на паузу и найдёшь тот момент... Посмотри. Я, кстати, надо быть в примонтаже посмотреть, что там было. Ты в порядке? Да, всё нормально. Просто одно дело читать о паранормальных явлениях и устроить определённый ей путь за другой, видеть их наяву. Я понимаю, о чём ты. Не так просто всё это... Вот чё там, можно всё это поверить, видимо. Что ж, у нас много работы. Думаю, на сегодня мне впечатлений достаточно. Останусь тут и проведу кое-какие исследования. Хочу почитать историю апартамента Феттинсона. Может, найду что-нибудь о брошенных жителях и возможных убийствах? Было бы здорово. А я пока поищу ещё места с повышенной паранормальной активностью. Отлично. А, кстати, я заметил, что твой игровый картинж как-то подозрительно трещит. Возможно, тебе стоит его проверить. Кстати, пока... Когда... Ну, когда появился этот красноглазый урод в стекле, этот черножопа... Ну, в смысле... Блин, ну вы поняли. Он призрак. Никакой капли расизма тут нет. Я не расист. Я против этого. Там, надо мной, короче, там, где сейчас моя рожа светится, то есть моя вебка, там за ней была картиночка с какой-то игрой. Тот поработан на моей приставке, теперь она засекает зоны паранормальной активности. Я могу достать её, нажав в льму и включить. Играть. Я могу играть? Ух ты! Недоступно. Посмотри, мне только одна доступна. Давайте все, наверное, идем. Чем мы с третьей-то будем начинать? Ой. Не, выйти, выйти. А-а-а. Неплохо так. Погоди. А можно с ним ходить? Да. О, будем с ним ходить и искать это самое. Паранормальная активность. Блин, задолго будет, конечно. Думаю, в чем валяется. Обоссался ли я? Понос. Не, вот туда вообще ничего не, все в порядке. Так. Ну, все, пока уберем. Поищем здесь. Я думаю, около 403-й, очень много чего там может быть. Так. Сейчас в каждую комнату еще зайдем, в которую можно. Там по-любому что-то есть. Ну, вот так, это квартира Тодда. Может, соседство с какой-то мазохисткой. Или садисткой. Люди, которые жили раньше, съехали после того, что произошло с Чарли. У Чарли по-любому что-то есть. Уж темно. Ого. Эээ, что? Новую игру открыли, да? Нет. Ну, ладно. Я думал, мы что-то открыли. Мы еще не открыли. Так, отлично. Так, теперь мы зайдем сюда. Боже, это запад до сих пор не выветрился. Я туда не пойду. Чарли не смывал за собой, что ли? Как там... Ларри его назвал? Так. Капслуг-то зачем? Так. Давайте по комнате пройдемся. Так, окей. Здорово, братишка. Покедово. Здорово, Покедово. Квартира пыха. Пых внизу, а его родители работают по уходу. Хрена себе, работают по уходу. Ну-да-да. То есть по будням они не работают, да? Кстати, неплохо. Так, знаешь, два дня в неделю работать. Выходные два дня. Так, мы на первом еще... Ну, давайте, наконец, давайте на своем этаже посмотрим. По-любому около 43 что-то есть. Давайте тут пройдемся. Кого? Роберта. Я не знаю, кто это. У меня точно есть призраки. Так, тут ничего нет. Давай-ка сюда. Да ладно, у меня что-то чистая квартира, что ли? Быть того не может. Все равно нужно что-то быть. Может, отец у нас? Монстр какой-то. Вообще, то есть, если мы сейчас зайдем в комнату Сала, там не будет ничего? Серьезно. Да ты смотри, наша квартира вообще чиста. А, неплохо. Никаких привидений. Никаких сатанинских символов. А 401 там кто? А, Роберт. Роберт давнимладший. Просто вновь комната. Конечно, всех. Вообще, в квартире находится так рядышком. Так. Ну, здесь прям полчища их должно быть. Даже музыка гнетущая. Я синхронно что-то есть. О, вот это точно сатанинский знак был. Это так себе выглядело. Согласись, круто. А какая там отперта была? О, вот это. Хватай. Тут полюбас что-то есть. Так, мы нашли с вами три раз... Бескайп. Нашли три каких-то значка. Это у нас красный, зелененький, оранжевый. Неплохо. Их стоит запоминать вообще? Не как думаете? Пишите в комментариях, стоит ли их запоминать. Если мы в этой серии не закончим, то тут уже половина прошла, видос. Да, я больше чем минут... Минут сорок, максимум самый. Больше этого делать не думаю. Ну, чтобы много времени не уходило. Так, это у нас 505-я. Ой, 504-я. Потому что 503-я вроде недоступна. Вот. Поэтому... Да. Тут точно есть что-то. Меган. Меган это вроде как... Как я понял, это... Привидешка-то маленькая. Ну, и что-то как-то едут... Да, заперто. Заперто. Конечно, заперто. Нифига, иначе делать... И прям в такте музычки. Это никакая звука. Так, первый этаж. Мэдисон. Ой. Эдисон. Ну, я не удивился. Тут нет ничего. Там тоже нельзя быть визима. На улице у нас тоже зима. Холодный снег. Почему ты не думаешь, что он живет? Чего вы здесь можете сказать? Чего могу помочь? Ты ничего. Хорошего нет. Так, ну тут наверняка что-нибудь есть. О. О, первая глава. Там циферка один была. Опа. Боже, что это у тебя за дьявольская штука? Это... Не сложно отобестись, если честно. Не, стоит играться с вещами, которые не понимаешь. В порядке? А что вообще в порядке? Точно не я. Я имею ввиду... Знаю, Салю, знаю. Помирать я пока не собираюсь. По крайней мере, сегодня. Блин, больно в руку хлопнуло. У меня такая история случилась. Прерыву немножко с прохождения. И... Играл в волейбол, значит. Я очень плохо играю. Я в него играю вообще впервые... Вот как только в колледж поступил, я в первую жизнь там играть. Играл. Вот. И то я играю как тренун. Да мне это не особо надо-то, на самом деле. Просто прикол в чем? Летит мяч и врезается мне в палец. И теперь у меня палец болит. Он больше другого стал у меня. Как-то вот заметно, не знаю. Ну, вроде заметно. То есть вот этот вот он толще, чем этот. Я думаю, ну, вот тут это точно заметно. И вот эта вот часть тоже попухла. Болит пипец. Туда его, туда, туда, туда. И он... Больно. Вот. Я уж думал, все, нафиг, поломал там что-то. Но нет, слава богу. Ничего не поломал. Ага, это та зомби, да? Зомби-бабушка. Ну, окей. Так, у нас ничего больше нет. Пойдем тогда к Варе. Это единственное место для призраков. Так. Мы видели красноглазного урода. Вот там вот. Да, да, да. Вот тут слева где-то. Ну, конечно. Чем покажется, да? Нет. О! Синий. Какого? О! Поглощение. Шестая игра открыта. Почему игры не по порядку открывается? Че, за нафиг. Че, за нафиг. Так. Ну, ванная чисто. Такой синюшный цвет. Так. Кипал. Синий мой супер гербой. Это тот смастерил. Слушай, очень круто. Прям... Погоди, это что, моя рация? Ой, да. Ему понадобится часть или апгрейд. Надеюсь, ты не против. Я могу достать нам новые. Блин. Ну ладно, ничего страшного. Надеюсь, ты поможешь нам разузнать больше про призраков и мое проклятие. Согласен. А, столовица сали. Наружу. Как ты быстро одессу. Хотя он... По-моему, он лишь кофту надел и перчаточки на уши. Как этот музыкантус. Звук снега. Красиво. Жалко, что все так плохо обстоит. Видите, какая белая стала? Прям... Прямо альбинос. Подняться. А теперь я черный, как... Как красноглазный демон. Между прочим. Только я синиеглазный. Так. Тут наверняка что-то есть. О, сразу же. Сол. Кто вы? Вы Джим Джонсон? Чего? Ни... На... На... Дан... Об... Это... Знава... Сал... Делария... А, где Лария? Мно... Мне... Женей... Никому... Что? Вы пропадаете. Плохо слышно. Прости, у меня мало времени. По и... О крыгре. Ты должен помнить о красном шаре. О чём вы? Что вы такое? Типа я должен... А, я должен идти. Остал её... Не забудь, красный шар. Чё-то ся умереть. Опа, вторая игра открыта. Я, короче, один раз показал вам, что там появляется. Вот сейчас опять я буду озвучивать, что там появляется. Показал я, когда первая появилась. Потому-то я и хлопнул. На-на, я, блин, прошарен. Я хлопал, чтобы найти этот момент, дожди. Я, блин, я не знаю. Это долго очень мило. Видео идёт 30 минут. Даже 35, может. А, может, и 40, может, сейчас. Кто-то знает, сколько оно будет идти. Ну, сейчас вот очень-нибудь. У меня вот, ну, на телефончике обозначено. Там показывается, сколько времени идёт запись уже. Так что... Мне нравится телефон у кого-то. Хотя это у всех, по-моему, сейчас написано. Может, у меня когда-то были телефоны? Без передней камеры. И там я не знал, сколько записывается. Что это... Что бы это ни было. Ну и странная у меня жизнь. Ну, думаю, стоит снова сказать кто-то и узнать, нашёл ли он там что-нибудь. Да, надо бы. Ну, как по этим доскам... А, ну они толстые, наверное. Вот точно такой звук, когда я по сей выхожу в колледж. А ты записал про ту новую песню? Конечно, братан. Хочешь заценить? Может, позже. Просто дай знать, когда я захочу её послушать. Не, попозже. Давай, давайте вы это сделаете... Ну, не вы... Короче, давайте вы это сделаете без моего участия. Потому что это очень долго и очень круто. И, возможно, на это за авторское право могут сдать. Потому что первая серия у меня что-то плохо прошла. А, так, кто-то у нас на втором этаже. Отлично. Блин, после того, как мой комп сдох, в кому попал, я в этих наушниках давно не сидел. Этот видос я постараюсь выложить. Ну, да, 28-го. Ой, 29-го. А, запишу, записал две серии, и 28-го и 29-го выходит вот это видео. Я слышу чай, там делают. Йоу. Мартыш. Странно, я не могу таскать никаких записей, просто хубист. Находится только информация про нашего общего друга Чарли, но посмотри на его фотографию в общей доступной документах. Нифига. Какого? Локальный мёрдор. Убийца. Мёрдор. Убийца. Всё чудесати и чудесати. Нигде, даже в засекреченных документах, нет ни слова о полицейских, которые приезжали в день убийства миссис Сандерсона. Словно их тут и не было. Или будто их вообще не существует. Как такое вообще возможно? Я не до конца уверен, но кое-что я всё же нае шёл. Дело о пропаже человека от 1887-го года. Меган Холт. 7 лет. Жила в апартамент Хэдди со своими родителями, Люком и Стэйси. Опа. Похоже, речь идёт о твоей подружке сверху. Судя по всему, она есть та дочь, о которой говорил в моей ванной игре. Всё ведь сходится, да? Только вот снова странности, а следующий день после заполнения изначального отчёта, он был обновлен. Информация о том, что девочку нашли в мёртвом озере Виндига, а она на несколько миль южнее отсюда, вместе с её родителями. Тут говорится, что они упали в воду и утонули, когда рыбачили. Грязь оплыла... Оплыла их... А, грязь оплыла, или что-то типа того. О, это точно она. Погоди-ка. Я уже видел этот крестик, я уверен. Когда мы с ней разговариваем, она его не надевает. Но я стопудово где-то его видел. Ты не смог привязать её даже с помощью приставки, но может, получится, если найдёшь крестик. А ведь логично звучит, при жизни у неё блокает связь с этим предметом. Теперь остаётся только вспомнить, где же я, блин, видел эту хреновину. Что мы получили? Фотография Мега. Фото Мега не зала, выдаёт смерти. Возможно, крестик на ней шеи имеет какое-то значение. Ну так пойдём искать его, чё б нет. Хлебану, напитка богов. Немножко плутония, жахнем. Мы же всё-таки впрямо... Ёлки-балки... Ёлки-балки... Сраный РЕН-ТВ. Ты посмотри, у него все розетки заняты почему-то. Да, конфеты, конечно, пузатые. Он здоровый, монитор-то, да? Не то, что сейчас, сейчас все такие плоские. Куда нам надо, вы помните? Нам надо найти крестик. Пойдём гулять по этажам. Так, мы на втором. Давайте опять же, так же, как и при поиске антенны, мы пойдём... Ой, при поиске призриков, мы пойдём по всем этажам. Слышь, Дэвид, ты крестика не видел? Так, понятно. Так, сюда мы не можем зайти. Надо походить везде, понажимать. А тут всё нажимается, только то, что... Хотя нет, подожди, мы нажимали с вами то, что было не помечено словами. Я тебе мягче сказать, что, возможно, какие-то вещи, которые не видны, их можно подобрать, даже если они не показывают своё название. Например, что мы с вами подобрали, помните? Помните, что мы с вами подобрали? Антенну! Антенну от магнита... От радио мы взяли... Но там не было написано, типа, рация. В смысле, вот, антенна. Приёмник. Радиоприёмник. То есть не было написано, что радиоприёмник, и мы взяли с вами эту вещь. Ой. И хватит. Не молит, а морет. Так, в ванной ничего не... Давайте просто потыкаем на всё подряд. Вряд ли у нас, может быть, найден этот крестик. Давайте я, короче, найду этот, когда крестик мы с вами... Хотя нет, зачем? Ну, и зачем прерывать виги? Ещё подумать, что я куда-то смотрю прохождение. Я же знаю, ещё испокон веков мои многие подписчики мне не доверяют. Они думают, что я то... То смотрю какие-то прохождения, то там подглядываю куда-то. Пару раз было, я не спорю. Да, было, но... Даже пару раз было палево на... Но... Сейчас такого нет. Можете мне верить на слово. А если не верите... Не надо ваш прав. Смотри, тут камеры нет. Интересно, это в прошлой серии заметил. Если да, то... Так, что за Роберта не понимаю? Что-то я такого не видел, чувака. Так, вот я по-любому уверен, что на пятом этаже где-то есть крестик. Давайте просто на всё-таки... Плях, тут птичка дохлая. Больше нет никакой парноактив... Ой, порно... Парнормальная активность. Я в руки... Это комната без туалета и без всего. Смотри-ка, тут ванная огромная. У нас малюсенькая, дизельная гигантская. Так, ладно. Давайте тогда отправимся. Ну, вряд ли у кого-то в квартире он будет, хотя... Может, на первом этаже что есть? Мистер Эдисон, мистер Мэдисон, вы видели у кого-нибудь ключ? У чая? Всем нравится ваш чай? Вам стоит открыть собственную магазинчику. Он наверняка будет пользоваться спросом. Какой ты приятный молодой человек, сам. Знаешь, я не часто об этом говорю, но когда-то это было моей мечтой. Но после того, как мой отец покинул нас, я решил продолжать его мечту, содержать апартамент Эдисона. А вам не кажется, что ваш отец хотел бы, чтобы вы следовали собственным желаниям? Да, скорее всего, но сейчас уже слишком поздно что-то менять. Я не могу бросить это место. Вы всегда можете продать здание, хорошие руки, использовать врученные деньги для того, чтобы начать бизнес. Ох, вы только посмотрите на нашего маленького предпринимателя. Вы, юный господин, зажигаете своими речами огонь вдохновения. Однако, меня очень даже устраивает моя жизнь здесь. Я и продолжаю дело отца. И готовлю чай для живецов. Вроде как беру лучшие от обоих миров. Хм, да, пожалуй, так и есть. Эй, Терренс, меня очень давно так не называли. Ха, да я чуть собственные имени не позабыл. Просто хочу, чтобы вы знали. Я понимаю, что такое бояться или прятаться от всего мира. Если вам нужно будет выговориться, я всегда готов выслушать. Спасибо, Сау, ты хороший человек, настоящий друг. Семья Элиса. Чего могу помочь, Сау? Семья, не хорошо. Мы новая очивка получили. Ну, а из вообще поговорили с Элисси, ну, неплохо. Ну, а выговорить ничего тут нельзя найти. Все, можно, он в новой диалоге. Так, а на третьем этаже ски мы можем поговорить. С Дэвидом, ну, Дэвидом бесполезно, в этом вряд ли что-то такого скажет. Так, на улице вообще бесполезно. Давайте в подвал, да, может, там найдем. Слушай, пухляж, не знаешь, где можно найти. Понятно. Как это Дэвид у нас. О! Ха! Так и знал, что где-то увидишь же видео над крестиком. Он у нас пола поднял. Теперь Ларис 100 пудов увидит Меган. А-а-а! Потерянные вещи тут. Ладно, запускай свою штуку, когда будешь готов. Меган, ты вообще с нами? Это мой друг Ларри, мы хотели задать тебе несколько вопросов. Привет, Салли Камсали. Ёбушки-воробушки. Я посварил его лицо. Это нехорошее слово, Ларри. Хе-хе, Меган, придется тебе его простить. Он раньше никогда не видел призраков. Еще страшно, что мой папочка тоже порой говорит плохие слова. Я думаю, какой-нибудь такой был. Так. Где-то пропадало. В смысле? Я все время была тут. Я пытался за тебя достучаться. Кажется, живы не могут видеться в обратную сторону. Обратную сторону? Ага, мы все тут живем. Она совсем как эта сторона, только слегка другая. Другая кровавая и страшная, да? Почему все такие кровавые? Ой, так вы про моего мамочкиного друга? Мне нравится игрок, он приносит мне конфетки. Помнишь про него еще что-нибудь? Только то, что он хороший человек и всегда приносит конфетки. О, еще его не любит мой папочку, но я не знаю почему. Что можно сказать про своих родителей? Я скучаю по мамочке, она больше не разговаривает. А папа? Папочка меня теперь пугает, он всех пугает. Но он не всегда был таким. Раньше он был таким уж хорошим, как мамочка. А что случилось? Я помню, что они поссорились, он расстроился, а потом его грусть обратилась в гнев. Помнишься, я последний? Не знаю, все как в тумане. Ты ходил в рыбачное озеро Виндиго? А? Не, я ни разу в жизни не была на рыбалке, но мой папочка иногда ходил с мистером Джонсоном. Постой. Сжим он Джонсоном? Опа. Ага, все как-то узнал. Он мой отец. Ой, значит наши папочки дружили, хе-хе. Ты можешь сказать, где он? Слышала про него что-нибудь? Пожалуйста, я должен знать. Мне очень жаль, что ты потерял папочку, но я не знаю где он. Я знаю только то, что мой папочка и мистер Джонсон часто рыбачили вместе. Мне жаль. Это твой крестик? Ой, да, где вы его нашли? Внизу на самом деле коробки с потерянными вещами. Этот крестик была мне мамочка. Она была напугана и сказала, что он защитит меня от всего зла в мире. А ты знаешь, где твоя мамочка сейчас? Она в своей спальне, но она меня больше не слушает. Мне кажется, она меня даже не слышит. Как думаешь, она? Ой-ой-ой. Что такое? Папочка ведет. Ему не нравится, когда я разговариваю с людьми. Мне нужно бежать. Пока-пока. Погоди, я... Охренеть. Пятая игра. Пятая игра открыта. Вот дерьмо. Да, они обычно очень быстро смываются. Что ж, придется сам пробраться в спальню. Только вот вход в нее заколочен досками. Сможешь раздобыть нам инструмент? Вообще, Дэвид одолжил моей маме лом. Но так его и не верну. Может сходить к нему? Я уже раза три к нему заходил. Но он всегда отмазывается. Может, тебе больше повезет. Без проблем. Спущусь на третий этаж. Посмотрю, что получится сделать. Вот и закончим мы на этом. Пожалуй, всем спасибо за просмотр. Это... Что такое темное помещение? Мои рожи не видно нифига. О. Это была четвертая. Всего лишь четвертая серия по игре Sally Face. Про обалденного пацанчика с очень клевым цветом волос. И клевая маска. И, к сожалению, это всего лишь... К сожалению, это протез. И, которого его прозвали, стали Крамсали. Видимо, он у всех там кромсает. Возможно, именно поэтому его посадили. Потому что он всех кромсает. На лево и направо. Ну, или просто тупая... Как кличка от тупых одноклассников у него. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Вот такой огромный лайк поставьте, если вам понравилось это видео. А я надеюсь, вам понравилось. Обязательно подпишитесь на канал, если вы до сих пор почему-то этого не сделали. Я вот не понимаю. Прошу вас из раза в раз. Подписывайтесь, подписывайтесь. Вас ждут очень много новых видео. А как комп обновлют? Так все, вообще, каждый день у вас будет прям топовые игры выходить. Ну, не каждый, может, далеко не каждый. Ну, или я постараюсь в один день записать сразу десяток видео и выкладывать их постепенно. Потому что монтировать их будет тогда офигеть как просто. Собрать бы только этот компьютер. И все вообще мечта сбудется. Еще одна. Моя первая мечта это вот этот вот красавчик, который я сейчас записываю в запись свепки. Хонор 10, да. Ну и, конечно, все. Пока что все. Наушники клевые. Кстати, вы их не видели еще, да? Ну, я в следующей серии, короче, покажу их. Всем спасибо за просмотр. Я уже повторю это, да. Обязательно следите по всей ссылке, которую я специально для вас оставил в описании. Там также есть группа ВКонтакте. Вступайте, вступайте. Там люди вообще не вступают и выходят почему-то. Ну да, там новости я не постичу. Так нечего постить. Общаясь со зрителями, я вот. В таких видео, но их мало смотрят. Не забывайте также смотреть видео, которое будет показано у вас на экране через какое-то время. После моего разговора, монолога. Также не забудьте кликнуть на колокольчик. Около кнопки подписка оформлено. Потому что тогда вам будут приходить, простите, приходить уведомления о том, что Drive4 выложил новое видео. Ну и, конечно, посмотрите плейлист с игрой. Там есть все предыдущие, а возможно уже и следующие серии. Всем удачи. Всех с наступающим. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok